Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У кого ни стыда, ни совести? А также заманчивые апартаменты, финансовая грамотность и экологичный транспорт. В стране растет количество электрокаров. С чем это связано? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Смотрите сейчас. Перспективы развития. Президент встретился с главой республики Мордовия. Александр Лукашенко отметил успехи сотрудничества с регионом. Стороны активно взаимодействуют в машиностроении, металлургии, химии, электронике и АПК. В прошлом году был достигнут рекордный товарооборот. Почти 90 миллионов долларов. По итогам 2023 цифра уже приближается к 120. Темп роста почти 300%. И это не предел. Президент подчеркнул, для дальнейшего развития ресурсы есть. Вы также, наверное, в курсе, что мы сейчас активно работаем с российскими партнерами на концепции создания самолета для региональных перевозок. Возможно, с учетом вашего производственного потенциала мы могли бы найти точки соприкосновения и по данному вопросу. Заинтересованы сотрудничество с компанией «Русхиммаш» по развитию литейного производства, выпуску оборудования для химической промышленности. Готовы поделиться опытом технологиями использования вторичных ресурсов, включая синтетическое РДФ топлива для получения тепловой энергии. Тема непростая, но очень-очень перспективная. Приветствуем вашу инициативу по созданию многофункционального центра по реализации и техническому сопровождению техники белорусского производства. Считаю весьма полезным обмен опытом в области органического земледелия, современных агротехнологий и переработки шельхозпродукции, селекционной работы и племенного дела. Мы также могли бы расширять сотрудничество по поставкам сельхозпродукции и продовольствия. После президент встретился с министром иностранных дел Экваториальной Гвинеи. Темой переговоров стали вопросы развития совместных производств, обмен белорусскими технологиями и выход на новые рынки. Кроме того, Александр Лукашенко анонсировал свой предстоящий визит в африканскую страну. Сотрудники МВД подвели итоги специального комплекса «Мир Арсенал». За четыре дня изъято 215 единиц нелегального оружия и более 11 тысяч боеприпасов различного калибра. В результате профилактической работы добровольно сдано около тысячи орудий. Две трети зарегистрированные. И владельцы лишились в основном за пренебрежение правилами хранения и ввиду привлечения к ответственности за различные правонарушения. В период СКМ зарегистрировано 18 незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, связанных с его хранением, приобретением, перевозкой и иными противоправными действиями. Кроме того, милиционеры привлекли к административной ответственности 165 граждан за правонарушение в сфере оборота таких орудий. Максимальное наказание, которое грозит незаконным владельцам оружия – лишение свободы до 12 лет. При добровольной сдаче гражданина освобождает от ответственности. В пользу экологии, плюс к их зарплате и вперед к знаниям утверждена программа факультатива основы финансовой грамотности. Что будут изучать школьники? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В стране полгода подряд растут ставки по депозитам. Средний размер процентов по рублевым вкладам физлиц увеличится более чем на 7%. В сентябре вложения почти 8 миллиардов. Валютные депозиты за месяц сократились примерно на 62,5 миллиона рублей. При этом в корпоративном сегменте отмечается рост вкладов. В регионах Беларуси увеличилось число купленных квартир. Продажи выросли на 4%. За третий квартал текущего года количество реализованных апартаментов – более 3 тысяч. В лидерах Гродно – 795 сделок. Самое дорогое – жилье в Бресте. Сумма покупки – 218 тысяч долларов. В стране повышаются надбавки работникам сферы соцобслуживания. На эти цели планируется направить почти 150 миллионов рублей. Рост затрагивает более 30 тысяч специалистов в социальной отрасли. Размер зависит от занимаемой должности. За 2023 зарплата вырастет в среднем на 14% и достигнет 1100 рублей. Минобор утвердил учебную программу факультатива «Основы финансовой грамотности» для 5-7 классов. На занятиях школьники узнают все о деньгах, бюджете, формировании доходов и расходов семьи. Познакомятся с деятельностью банков, поймут, в чем разница между ИП и наемным работником. Полученные знания позволят эффективно решать финансовые вопросы в будущем. Число зарядных станций для экомобилей в стране перешагнуло за 900. Благодаря развитию инфраструктуры растет количество электрокаров на дорогах и электробусов в парках общественного транспорта. За 9 месяцев 2023 объем потребления энергии почти 30 миллиардов киловатт в час. На 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чувствуйте себя как дома. Председатель Бобрусского горысполкома встретился с молодыми специалистами. Игорь Кисель поинтересовался, как обустроились новоиспеченные сотрудники. Есть ли жилье и поддерживает ли их профсоюз. Ребята из разных сфер, помощь оказывается каждому. Можно получить матпомощь и арендное жилье. Приезжие могут воспользоваться также льготным кредитом по 631 указу президента. Сумма почти 5,5 тысяч рублей. Срок 5 лет. И выгодные условия 25% ставки рефинансирования Назбанка Беларуси. На самом деле круто. То, что делают такие встречи с молодыми специалистами. Есть возможность узнать ответы на свои вопросы. Есть возможность узнать что-то новое из вопросов других, кто что-то задает. Я рада, что мне предоставилась такая возможность. Председатель горосполкома также вручил почетные грамоты учащимся и педагогам, которые отличились на международном конкурсе «Дорогами памяти». Поздравляли победителей и участников в двух номинациях – тематическая газета или плакат о войне, а также проза. Инициатор – Восточный округ «Сокольники» в Москве. На кладбищах Покрылова и по переулку Труда установили видеокамеры. В планах сделать это во всех местах захоронения. Следить городскому центру ритуальных услуг приходится за нерадивыми гражданами, которые выбрасывают мусор, где попало. Кто в ответе за порядок и чистоту, расскажет Ольга Васенда. Вблизи кладбища по переулку Труда день за днем вырастает свалка. Что сюда только не вывозят нерадивые горожане. Пищевые отходы, старые шины и ненужную мебель. Убирать все это приходится городскому центру ритуальных услуг. Хлам каждую неделю вывозят несколько грузовиков. И это, как оказалось, еще цветочки. На Светлогорской картина куда хуже. Не меньше 20 тонн эта свалка строительных отходов образовалась буквально за несколько дней. Без зазрения совести сюда выбрасывают надгробные плиты и бетонный бой, прямо не отходя от дороги. При этом по закону такой мусор нужно вывозить на специальные площадки. А крайно не исключение. Такая же проблема и в местах захоронения Покрылова со стороны улицы Профсоюзной. Пакеты с мусором люди оставляют прямо под забором. Это с учетом того, что в шаговой доступности установлено более 40 контейнеров. При благоустройстве участков для захоронения часто участились случаи, что после себя установщики частной структуры не вывозят бой. То есть за это даже предусмотрена административная ответственность. Бой должен вывозиться на полигоны. Люди бросают, оставляют это все. И потом нашими силами предприятия все это вывозят. Юрлицы должны вывозить мусор самостоятельно. За нарушение штраф до 37 тысяч рублей. Кстати, теперь бороться с непорядочными будут иначе. В районе Крылова и Форштата на днях установили видеокамеры. Это совместный проект городского центра ритуальных услуг со спецавтопредприятием. Сейчас работают шесть фотоловушек. В планах оборудовать техникой все кладбища. Существует требование законодательства, которое обязует собственников могил, так называемых мест захоронения, собирать эти отходы и размещать их в санкционированных местах. На каждом месте захоронения, на объекте, на кладбище оборудованы площадки контейнерные, куда можно вынести образующийся мусор. Стихийные свалки не только портят эстетический вид, но и несут угрозу окружающей среде. Метан и углекислый газ выделяются из мусора десятки, а то и сотни лет. Химические элементы просачиваются в почву, накапливаются и отравляют грунтовые воды и воздух. Так может проще задуматься и выбрасывать мусор с умом. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Все по делу. В мобильное приложение ФСЗН добавлено больше функций. Стала доступна информация о профессиональном пенсионном страховании. Речь идет о дополнительных выплатах. Это касается тех сотрудников, которые трудятся в особых условиях. Работодатели за них уплачивают специальные взносы. Узнать информацию о накоплении средств теперь можно в один клик. Раньше нужно было составлять письменное обращение. Указанное приложение дополнено функциями для будущих мам, на котором имеется информация о видах пособия, на которые имеет право семья, воспитывающая детей. А также они могут узнать, где им получать эти пособия, какие документы для этого нужны и в какие сроки обращаться. Мобильное приложение ФСЗН запущено с февраля 2023. Это отличная возможность контролировать своего работодателя в части начисления и уплаты обязательных взносов. Плюс узнавать информацию о продолжительности страхового стажа. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok